всем добрый вечер хочу сегодня рассказать какая новая проблема ко мне прилетела прямом смысле слова я вышла сегодня на огород и проходя по тропинке обратила внимание что взлетела просто стая бабочек показываю вот такие бабочки маленькие серенькие трехугольные бабочек это этих было ну просто тысячи вот они сейчас уже и так понимаю успокоились и отдыхают готовятся к вечернему сну быстренько побежала в интернет давай же изучать что же так и такое в итоге определила что это бабочки вредители совки в чем вред они откладывают яйца из этих яиц выглупляется гусеница это гусеница успешно грызет наши растения в основном совки специализируются по помидорам перцу баклажану не нашла информацию что им нравятся ягоды но лиха беда начала кто-то знает что в следующий раз им захочется попробовать поэтому начала изучать информацию что же мне делать и как же мне быть потому что летали они целый день и в таком количестве я их вообще никогда на своем участке не видела скажем так такая радость мне абсолютно не нужна вдруг ей вдруг придет в голову отложить яйца эти гусеницы появятся на моей голубики поэтому я начала искать материал что же делать как же быть прежде всего как размножается эта бабочка она откладывает свои яйца на листиках оттуда через 5-10 дней вылупляются гусеницы потом эти гусеницы зарываются в мульчу и превращаются в куколку из куколки появляется бабочка значит размножение происходит в мульче как можно на огороде обойтись без мульча особенно если это голубика также они размножаются в сорной траве и когда этого бурьяна много то они успешно размножаются и могут есть этот бурьян когда бурьяна мало они переходят на культурные растения различные варианты которые предлагают мне на данный момент не подходят профилактика борьбы нужно перекопать огород сейчас у меня август месяц как бы в моих планах перекапывать огород но вообще нету вот они как раз летают вот они летают уже небольшое количество это и было пришло тысячи второе избавиться от сорной травы хорошо мы избавимся от сорной травы но эта трава так сейчас хочу показать ее поближе вот они быстро улетают эта трава растет и на других участках вот показа вот она вот это вот пакость которая ко мне прилет дальше есть варианты в которых предлагают обработать растения хвойным экстрат экстратом но скажем так голубика у меня и так растет во всем хвойном это хвойная мульча это сосновые сосновый опыт поэтому по-любому у меня много елок которые я перерабатываю на ходе то есть запаха хвои у меня хватает на огороде но тем не менее вот пожалуйста я иду по огороду вот они тут меня разлетаются то есть в этом варианте тоже не вижу что же я нашла какой вариант значит я подожду два-три дня потому что если все таки она отложит какие-то свои личинки и гусеница появится через несколько дней я буду обрабатывать биологическим препаратом фитоверм так как фитоверм контактного действия поэтому мне нужно чтобы он попал или его съели эти гусеницы и погибли не просто я потратила препарат просто побрызгала обрадовалась хорошо мне нужно чтобы был результат дальше что хорошо в этом биопрепарате срок ожидания один день то есть мы сегодня вот соберем ягоду и потом после того как я проведу обработку растений дня два-три не один как они утверждают производители а дня три я году я срывать не буду значит гусеница бабочка если сядет на листочек прикоснется к этому препарату то начинается у нее паралич и в течение тоже трех-пяти дней она погибает но обработку нужно будет сделать не менее двух-трех раз мы буду смотреть по степени заражения или проблемы какая у меня возникнет может быть они просто мне полетают и улетят ну как бы надо уже об этом подумать так вот он мой биопрепарат фитоверм значит что в нем еще хорошо он борется с бабочками чешуи крылыми это бабочки с гусеницами с клещами то есть я профилактику строй проведу профилактику сразу против нескольких вредителей так как его разводить во первых обработку мы проводим вечернее время где-то после шести вечера когда уже активно солнце у нас немножко спадет вот она права продается в ампулах в ампуле 2 миллиграмма эти два миллиграмма мы разводим так сейчас уточню 2 миллилитра на 2 литра воды развожу в отстойной чистой воде потому что я по своей голубики обработки провожу только в отстойной воде при необходимости обработки повторю 2-3 раза для того чтобы наступил эффект повтор смотрим повтор проводить через три-четыре дня нет три обработки через 15-20 дней поэтому прежде чем что-то обрабатывать внимательно читаем инструкцию разводим по инструкции желательно там указаны для каких насекомых вредителей вы хотите сделать обработку то ли это клещ что ли это гусеница то ли это тля там указаны дозировки зависит это тоже от культуры то ли это картошка или это цветы или это ягодники обращаем внимание где-то дозировка больше где-то дозировка меньше я буду использовать одну ампулу на два литра воды и распылителем проходиться по листу потому что такие гости меня совсем не устраивают не было их и нет поэтому хочу есть свою голубику вместе со своей семьей не делиться со всякими бакой бабочками и гусеницами и вам того же желаю всем хорошего дня хорошего настроения хороших урожаев мирного неба